Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирины Зайцевой. Сегодня главная тема выпуска. Оставайтесь дома. Количество заболевших в Московской области увеличивается. Предъявите пропуск. С 15 апреля для поездки нужно оформить электронный документ. Впереди экзамены. 11-классники готовятся к ЕГЭ дистанционно. Не допустить распространения коронавируса. С этой целью в Московской области в очередной раз усилили меры по борьбе с инфекцией. Напомним, в Подмосковье по-прежнему действует режим самоизоляции. Об эпидемиологической обстановке в регионе на сегодняшний день расскажем прямо сейчас. Эпидемиологическая ситуация в Московской области остается неблагоприятной и по-прежнему вызывает опасения. Только за последние сутки в регионе коронавирусом заболели еще 278 человек. Из них более 130 в возрасте до 45 лет. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 55 округах Подмосковья. Самое большое количество заболевших – 106 человек в Люберцах. Второе место по заболеваемости занимает Красногорск. 88 случаев заражения. В Химках инфекцией заразилось 80 человек, в Одинцово чуть поменьше – 76. Далее идут Мытищи – 76 и Пушкина – 55. В Серпухове коронавирус подтвердился у шести человек. На данный момент все они проходят лечение. Еще у одного жителя диагноз под вопросом. Пациент сдал тесты и ждет результаты анализов. Слухи о том, что от инфекции скончался один из жителей городского округа, являются недостоверными. В Подмосковье усилили меры безопасности и профилактики. С 13 апреля приостановлено строительство любых объектов, кроме медицинского назначения, транспортной инфраструктуры и реализации национальных проектов. Под запрет попали также услуги каршеринга, такси. Исключение составляют перевозчики, которые имеют разрешение на территории Москвы и региона. Парк и сквер, учреждения культуры, детские и спортивные площадки закрыты для посещения. Работают только медицинские учреждения, аптеки и торговые точки с товарами первой необходимости. Ежедневно коммунальные службы проводят дезинфекцию подъездов, многоквартирных домах и игровых городков. Под особым контролем общественные места. В Серпухове на 65 остановочных павильонах с наибольшим пассажиропотоком появилась так называемая безопасная разметка. Желтые пунктирные линии нанесены для того, чтобы серпуховичи соблюдали дистанцию. Такие меры приняты в связи с недопущением распространения в городском округе COVID-19. На сегодня по-прежнему главной задачей для региона остается не допустить распространения коронавируса. Людей просят соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только в случае крайней необходимости. В Серпухове, например, жители проявляют высокую сознательность. На улицах пусто, в общественном транспорте пассажиров практически нет. Я это совершенно одобряю. Нужно стараться по максимуму. Даже пришлось, если выйти на улицу, себя обезопасить. Я обезопасиваю не только себя. Маска – это, скорее, защита. Вдруг я заболел. Я стараюсь выходить только при необходимости в магазин за едой. То есть лучше бы сидеть дома, конечно. Я все время в перчатках, в маске, антисептические салфетки. Написано, 99% убивают. Не знаю как. Пользуюсь салфетками антибактериальными, спиртовыми. В машине лежит спиртовой антисептик. С понедельника, 13 апреля в регионе закрыты для посещения монастырей и храмы. Пасхальные службы будут проходить без прихожан. Крестного хода и освещения куличей тоже не будет. Временно приостановлены посещения кладбищ. Исключения составляют случаи захоронения. Меры ограничений не затрагивают организации, которые обеспечивают обороноспособность страны, защиту лесов, функционирование сельского хозяйства и являются объектами критической, важной инфраструктуры. В первую очередь это касается врачей, экстренных служб, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, средств массовой информации. Все, кто сегодня на службе, работают для нас и призывают каждого беречь себя, здоровье своих близких и оставаться дома. А с 15 апреля, чтобы куда-либо поехать, нужно иметь электронный пропуск. Сегодня и завтра можно оформить документ, а в среду он уже начнет действовать. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи, а то снег в башка попадет. Снег в башка, конечно, уже не попадет, но подумать все же стоит, есть ли смысл ходить туда, где возможна опасность. Специально для безопасности граждан в Подмосковье вводят электронную пропускную систему. Об этом накануне заявил губернатор области Андрей Воробьев. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И если даже ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода, ничего страшного в этом нет. Если у тебя есть ID, если есть удостоверение, место твоей работы. Поэтому режим пропусков будет вводиться. Мы сделаем его максимально удобным, но будет поэтапно. Чтобы получить электронный пропуск, достаточно скачать приложение госуслуги Стоп Коронавирус. Делать это можно как в Google Play, так и в App Store. Заполняйте логин и пароль такой же, как на сайте госуслуг. Или регистрируйтесь, затем вводите все необходимые данные. После выбираем свой статус в зависимости от состояния здоровья и местонахождения. Например, если вы здоровы и находитесь на самоизоляции, нажимаем четвертую кнопку. Далее заполняем анкету. Указываем фамилию, имя и отчество. Пол, гражданство, адрес регистрации. Внизу этой же страницы нажимаем на значок фотоаппарата и делаем фото своего лица. Ну а дальше вносите паспортные данные и фотографируетесь еще раз, только уже с паспортом. Причем страница должна быть открыта там, где находится ваша фотография. Дальше отвечаете на вопросы о состоянии здоровья и регистрируете выход из дома. В этой графе приложение даст на выбор несколько вариантов. Указываем причину. Поход за продуктами в магазин, выгул собаки, уход за пожилым родственником и так далее. Регистрация окончена. Дальше на экране появится специальный QR-код и таймер. По возвращении домой не забудьте его выключить. Но этот вариант для тех, кто планирует поехать куда-либо, а не пойти пешком. Для жителей, которые идут, внимание, пешком, например, в магазин рядом с домом или с собакой на прогулку, такой пропуск пока что не нужен. И хотя пропускная система начнет работать только 15 апреля, сотрудники правоохранительных органов уже сейчас патрулируют улицы и напоминают серпуховичам о необходимости соблюдения режима самоизоляции. О ведении новых правил информируют водители и госавтоинспекторы. Александр Александрович, в курсе то, что у нас вводится пропускной режим, постановление губернатора Москвы с 15 числа вводится в электронном виде? Да я не ездил две недели дома, мы вас просто предупреждаем, так вы должны находиться в самоизоляции. А пока до начала работы пропускной системы все жители Подмосковья могут создать себе электронный документ в приложении госуслуги «Стоп коронавирус». Если у вас появятся вопросы, то можно обратиться в службу техподдержки госуслуг, номера которой вы видите сейчас на экране. А вот кому не потребуется пропуск, так это военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим федеральных и региональных органов власти, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам, охранникам. Все они смогут передвигаться по региону по служебным удостоверениям. Оставайтесь дома, социальная акция набирает обороты. Соблюдать режим самоизоляции серпуховичей сегодня призывают те, кто обязан оставаться на работе. Мы каждый день спешим к вам на помощь. Мы работаем ради вас. Останьтесь дома ради нас. Ваша безопасность зависит от нас. Пожалуйста, сделайте то, что зависит от вас. Оставайтесь дома. Давайте прервем цепочку заражения. Я верю, мы сможем это сделать. Оставайтесь, пожалуйста, дома, пока мы на дежурстве. Я заботюсь о вашем комфорте и о вашем благополучии. Позаботьтесь и вы о своем здоровье, здоровье своих родных и близких. Мы каждый день работаем для того, чтобы вы получали свежую и объективную информацию. Помогите нам. Оставайтесь дома. Серпуховские выпускники начали подготовку к ЕГЭ в дистанционном формате. Это не так сложно, утверждают одиннадцатиклассники и педагоги школы номер 12. Как проходят занятия и насколько быстро получилось переключиться на новый вид подготовки, узнавала моя коллега Инна Шейнина. Сейчас начинается урок русского языка. Хоть он проходит дистанционно, но опаздывать на него нельзя. И урок действительно начинается. Итак, сегодня мы с вами продолжаем подготовку к экзамену и работаем над заданием 21. В одиннадцатом выпускном классе 12-й школы 25 ребят. Когда кто-то из них готов отвечать на вопрос учителя, на экране появляется смайлик – поднятая рука. Смайлики они все очень любят. И поэтому, например, улыбающийся смайлик – это то, что ребенок понял, удивленный, что у него есть вопросы. И поэтому не создается хаотичного вот такого ощущения. А поднятая рука – это вот так. Наиболее часто используемые при подготовке к экзаменам сайты – Ришу, ЕГЭ, Захарьиной, Фоксфорд, Физикон, Яндекс.Уроки. Если домашнее задание не выполнено, сослаться на то, что тетрадь забыта дома, уже не получится. Как ни парадоксально, в режиме разобщенности педагог стал знать своих учеников лучше. Я уже познакомилась практически со всеми домашними животными наших детей, с родителями, младшими братьями и сестрами, потому что они все прибегают к экрану, особенно маленьким, им очень интересно. Смотрят урок и, в принципе, уже готовятся к ЕГЭ с 5-6 лет. Но это ребятам не мешает, они не отвлекаются. А ощущение того, что они находятся дома, мне кажется, им комфортнее, им спокойнее. Пятеро выпускников 2020 года собираются сдавать экзамен по истории. Опытный педагог Наталья Зинович готова помогать своим ребятам изучать любимый предмет удаленно, готовиться к ЕГЭ. Урок – это урок, это со всем классом. А подготовка к истории, предмет, который не столь массово выбирают ребята, это проходит отдельная консультация. Вопросы возникают, конечно, сложности по гражданской войне, здесь тоже очень сложные карты. По этапам Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, где нужно изучить огромное количество теоретического материала. Готовясь к экзаменам, лучше довериться хорошо зарекомендовавшим себя платформам. Например, сайту Федерального института педагогических измерений. Здесь важно не сторонние сайты использовать, на которых размещена информация, никем не проверенная, не утвержденная. А использовать здесь нужно именно те сайты, которые рекомендованы именно Федеральным институтом педазмерений. То есть теми специалистами, которые разрабатывают сами кимы. При удаленной подготовке к ЕГЭ многое зависит от сознательности обучающихся. В 12-й школе все 11-ти классники очень ответственные. И мы прекрасно понимаем, что высокие баллы можно получить, проделав колоссальную работу. Но получилось так, что в наши дни ворвался коронавирус. Жизнь всей страны в одночасье изменилась. Все ученики и учителя вышли из зоны комфорта, и я думаю, что это даже полезно, потому что это сделает нас сильнее. Мы созваниваемся по скайпу, мы пишем учителям, если возникают какие-то вопросы по домашней работе. Да и с ребятами мы общаемся в общем чате. Готовиться к ЕГЭ стало даже легче, теперь нам ничего не страшно. Появилось время на хобби, отдых в семью. И я уверена, что если мы продолжим так готовиться, то мы сдадим ЕГЭ. Я призываю всех оставаться дома, а свободное время потратить на подготовку к экзамену, дабы успешно их сдать. Огромное спасибо всем нашим учителям за то, что благодаря их усилиям мы не потеряли ни одного дня в подготовке к ЕГЭ. Первые экзамены «География, литература и информатика» пройдут 8 июня. Ранее они были назначены на 25 мая. Последний устный экзамен по иностранным языкам – 29 июня. Однако сроки еще могут быть откорректированы Федеральным институтом педагогических измерений или Рособорнадзором. Уроки музыки онлайн. На дистанционное обучение перешли не только школы, но и учреждения дополнительного образования. Теперь ребята учатся игре на инструментах дома. Как проходят виртуальные занятия в режиме самоизоляции расскажем прямо сейчас. Играй. Правильно. Хорошо. Это Владимир Семакин. У преподавателя по классу домры и балалайки идет урок. Игрей на инструментах детей обучают в режиме онлайн. Для этого педагог старается использовать любые интернет и видеоресурсы. Считает, образовательный процесс не должен прерываться ни на минуту. Вот я сижу с инструментом, напротив меня ребенок сидит с инструментом. И вот мы как-то пытаемся с ним вот это все синхронизировать, объяснить ему как-то. Ну, со старшими детьми несколько проще, потому что они уже как-то у них есть опыт свой, да, с младшими посложнее. Но я говорю, у нас просто такая ситуация, что делать. Мы как можем, так из нее и выходим. В режиме самоизоляции педагоги поддерживают связь со своими учениками постоянно. Занятия на расстоянии идут строго по расписанию. Задания дети получают по электронной почте, ватсапу и через социальные сети. А вот уроки музыки идут исключительно по скайпу. Так проще объяснить и выполнить работу над ошибками. Мы сейчас с тобой начинаем играть правой рукой наизусть, да, прелюдию. Слушаю тебя. Так, куда задом, да? Да, третья страничка, хоральная прелюдия. Я тебя слушаю. Это Олег Ковенин. Вместе со своим педагогом ученик музыкальной школы занимается на синтезаторе. Конечно, дома и по видеосвязи. Я и продолжаю заниматься на инструменте. Мне очень нравится. Хочу сказать спасибо своей любимой школе, ДМШ номер три. Потому что я очень много участвовала на этих концертах, которые проходили в этой школе. И спасибо еще хочу сказать за то, потому что она не бросает, точнее преподавателей этой школы, не бросает своих учеников, а проводит уроки онлайн в такой трудной ситуации. Ученик музыкальной школы строго соблюдает режим самоизоляции. Уверен, только таким способом можно предотвратить распространение коронавируса. Его мнение разделяют и педагоги. Дорогие друзья, я хочу сказать только одно, что мы в ответе за себя, мы в ответе за своих близких. Поэтому давайте стараться, стараться сделать все, чтобы остановить, ну как мы можем, мы лично с вами, вы, я и так далее, остановить распространение вот этого вируса. Оставайтесь дома, берегите себя. Сейчас Олег Ковенин, как и многие ученики музыкальных школ, готовится к очередному концерту и надеется выступить на празднике, посвященном Дню Победы. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Следите за нашими новостями в сети интернет. На нашем сайте otv.defismedia.ru На официальном сайте администрации и в социальных сетях. Всего вам доброго, оставайтесь дома и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона Студо и Парсек Это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков Профессиональные монтажные бригады Собственное производство Контроль качества на всех этапах изготовления и установки Гарантийное и постгарантийное обслуживание Обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке Натяжные потолки от студии Парсек Доверяйте профессионалам Бесплатный выезд технолога Вы можете заказать по телефону 76 48 48 Код города 49 67 Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку Редактор субтитров А.Семкин